Немедлить с принятием закона о создании антикоррупционного суда призывает депутатов Владимир Гройсман. Премьер надеется, что это произойдет еще до лета. Об этом он сегодня заявил на заседании Кабмина. Почему Гройсман уверен в необходимости принятия закона и о чем еще говорили министры, знает Ольга Теребинская. Средние зарплаты около 10 тысяч гривен и поток инвестиций. Таким видит ближайшее будущее украинской экономики Владимир Гройсман. По результатам первого квартала этого года рост составил более 3%. Об этом ссылаясь на данные официальной статистики, заявил премьер-министр на заседании Кабмина. Это достаточно оптимистичный показатель, но подкрытаю, что он недостаточно и Украина может растет больше. Это означает, что люди могут больше получать работы, больше заработной платы, податки и местные бюджеты в том числе будут растет. И все то, что заработает национальная экономика, мы должны реинвестировать в новую качество жизни. В частности, все то, что касается света, охраны здоровья, украинских дорог, безусловно украинского войска. Гройсман также подчеркнул, что для роста экономики ключевой задачей является привлечение инвестиций. Но для этого необходимо как можно скорее принять закон о создании антикоррупционного суда. Прошу народных депутатов максимально быстро рассмотреть этот законопроект. Есть все шансы, чтобы на следующий пленарный недель, включительно до четверга, закон был рассмотрен и принят. В целом, это будет означать очень мощный антикоррупционный шаг. И сообщение, как украинским гражданам в первую очередь, что есть инструмент, который будет совершать правосудие в вопросах борьбы с коррупцией. И восстановить доверие и справедливость украинскому суспильству. Так и мощный сигнал на зону всем нашим международным партнерам. 300 миллионов гривен выделило правительство для покупки жилья семьям военнослужащих, погибших и раненых на востоке страны. Министр соцполитики Андрей Рева напомнил, что уже более года средства на покупку квартир выдаются непосредственно человеку. Кошты на покупку жилья теперь направляются не чиновникам, не органам влады. В результате за новым порядком в 2016-2017 году уже покупано 1071 квартиру на загальную сумму 909,5 миллионов гривен. В 2018 году планируется покупать 356 квартир на загальную сумму 354,8 миллионов гривен. Чиновники обещают увеличить финансирование этого проекта, если экономическая ситуация улучшится.